Мы способны на большее. АТВ. Каждый сам для себя дал расшифровку этой аббревиатуры. Для зрителей мы агрессивные, альтернативные, авторские и даже порой ангельские. Но вот знаете ли вы историю своего телеканала? Это значимое событие в жизни города, день рождения АТВ, произошло осенью 6 лет назад. Тогда было всего несколько программ и столько же видеокамер. Мы росли стремительно. Буквально через год штат канала разросся втрое, а качество вещания улучшалось в геометрической прогрессии. Появились такие программы, как «Линия фронта», где проходили настоящие политические бои, обсуждались острые социальные темы, решалась судьба города. В медиапространстве свою нишу заняла программа Григория Кваснюка «Правда». Сколько шуму она подняла, но «Правду» не задушишь. И она по-прежнему остается самой обсуждаемой и весомой в городе. «Правда». Наблюдатель рассказывал о внешней политике страны и важных событиях в мире. Программа «Адреналин» об экстремальных видах спорта заставляла сердца биться чаще. Мы искали своего зрителя. В эфир выходили программы о моде и красоте, о рыбалке и охоте, бизнес-новости, развлекательные программы, спортивные. Отдельный пласт на АТВ принадлежит культуре. Канал выделял эфирное время музеям и театрам. До нас такого не делал никто. Музейные сотрудники просвещали одесситов, доступно рассказывая исторические факты и события из жизни легендарных личностей. Театралы наслаждались целыми постановками, которые мы выдавали в эфир без монтажа и прямо со сцены. Фильмы, которые выходили на АТВ, сопровождались рецензией. О киноискусстве выходили программы, которые потом выкупали российские телеканалы. АТВ – телеканал, поддерживающий православную веру. Программа «Ковчег» рассказывала о православных традициях. Мы вместе отмечали православные праздники, путешествовали по святым местам, привозили в Одессу вифлеемский огонь и раздавали его, чтобы у каждого православного верующего он горел. На АТВ был создан отдельный жанр телевещания – марафоны, преклоняясь перед защитниками нашей Родины. Ветеранами Великой Отечественной войны мы провели свой первый марафон. В нем была история, в нем были песни, в нем были героические рассказы самих ветеранов. Они вдохновляли нас побеждать и научили держаться до последнего. Мы помогали жителям Южной Осетии, собирали помощь россиянам, пострадавшим от лесных пожаров, помогали детям-сиротам, дальнобойщикам, предпринимателям в то же время. Мы организовывали развлекательные марафоны, чтобы веселее становились праздники. Марафон на 8 марта, на 23 февраля, на Масленицу и Новый год. И смеялись, и плакали вместе. Мало кто задумывался, сколько сил необходимо было, чтобы провести таких масштабов проект. АТВ практически перешло на вещание в прямом эфире. В программу совещания с Натальей Переваловой приезжали эксперты международного уровня. Журналисты новостей круглосуточно выезжали в горячие точки, помогали одесситам как решить коммунальные проблемы, так и снять кошку с дерева. АТВ задало высокий уровень. И в Одессе его никто не превзошел. Мы способны на большее.